всем здрасте в общем считаю что прошло уже достаточно времени с момента установки новые магнитолы и теперь можно более подробнее даже остановиться на всех моментах об этой магнитоле рассказать все нюансы плюсы и минусы что понравилось что не понравилось немножко пройтись по технической части ну в общем погнали магнитола это называется navitrek 017 t9 с в моем случае под полную комплектацию у вас патриот с поддержкой мультируля и с выводом команд включение раздатки раздатки переднего моста на борту значит у нас будет платформа android сейчас мы посмотрим какой версии встроенной у нее идет 8 ядер 4 гигабайта и 64 гигабайта встроенной памяти также у нее 4g модем встроенный ну в общем посмотрим сейчас по интерфейсу какие у нас есть моменты и дальше поговорим о плюсах минус во-первых вот мы перезапускаем сейчас и поглядим на все нюансы и моменты это у нас первый запуск с заставкой последующие запуске у нее идет быстрый старт уже без заставки без вот этой загрузки все нас встречает основное меню на котором в левой стороне мы видим что у нас включается музыка музыка вот в этом окошке это идет с носителей то есть в моем случае сейчас ставлена sd карточка и соответственно на ней есть музыкальные дорожки то есть переводя меняя туда-сюда экран как бы это окно у нас равно фиксируется дальше у нас стандартно для всех магнитол время и соответственно дата значит у нас имеется получается 5 сенсорных кнопок с левой стороны и как на любом стандартном андроиде имеется три кнопки управления назад меню и окнах не окна панель приложений дальше выводится температура окружающей среды она дублируется с бортового компьютера и соответственно основные элементы управления то есть место расположения подключен и подключен телефон wi-fi и сам как раз таки lte модуль внизу у нас четко зафиксированы несколько моментов это 1 навигация второе видео bluetooth музыка настройки и радио в принципе мы можем создавать дополнительные окна то есть например здесь я подобрал приложение которые мне удобны в пути которые чаще всего я буду пользоваться вот их можно убрать так их можно убрать и соответственно добавлять свои нажимая на центральную площадку мы получаем доступ уже ко всем приложениям которые предустановлены или установлены в магнитоле вот соответственно давайте сначала ознакомимся с таким моментом какой все же у нас android установлен значит вот наши технические будут все характеристики версия android у нас самая честная 81 оперативная память как я и говорил 4 гигабайта количество ядер сборка и прошивка модуля все в принципе что касается технической части по этой магнитоле сама по себе магнитола напоминает простой банальный планшет все понятно эргономика вся та же действия все те же вот но это все же автомагнитол поэтому есть свои отличия от обычного планшета скажем так включая подсветку да у нас загорается наши сенсорные кнопки и у машинки по центру загораются фары выключая они гаснут все эти функции можно включать выключать это у нас будет находиться в настройках автомобиля подсветки кнопок при включении фар все меню на русском все понятно опять же давайте посмотрим что нам пишет магнитоле дальше какие еще аспекты есть мы можем выставлять что за что у нас будут отвечать кнопки на руле крайне очень интересная функция даже показался очень удобно но пока раскладку никакой ничего не менял пользуюсь вот все как есть с настройками по системе мы уже разобрались с настройками по авто тоже показали музыка значит первое у нас это музыка через флеш накопить опять же вот мы включили с вами аудио дорожку закрываем меню и в левом окошке у нас идет портрет альбома который у нас сейчас играет опять же портрет альбома просто скачанный на флешку поэтому мы его видим если бы у нас не было фотографии альбома то есть соответственно было бы просто окошко что играет музыка также мы имеем мы можем сразу же с помощью вот этого мини меню сразу включить и выключить аудио дорожку теперь предположим что нам не нужна музыка с флешки мы хотим включить радио мы с вами включаем радио выходим и уже в этом окошке у нас нет ничего но если мы нажмем повторить у нас включится опять та же аудио дорожка которую мы раньше слушали но при этом радио у нас полностью потухнет опять же если мы сейчас в данный момент будем щелкать на руле кнопками перемотать мы будем метать мотать те самые записи которые у нас находится на флешке если мы включаем радио то у нас уже кнопки на руле будут отвечать именно за управление радио соответственно здесь в этом окошке у нас нету ничего теперь предположим что у нас с вами подключен по bluetooth телефон и нам нужно с вами воспроизвести до звук с телефона то есть соответственно из первого меню мы с вами ничего сделать не можем но благодаря предложению вот этому музыка bluetooth у нас выводится вот такое простое простое меню на котором мы выбираем сейчас любую аудио дорожку то есть допустим мы включили аудио дорожку на телефоне и она же у нас дублируется на экране выходим опять же в мини окне у нас ничего не фиксируется в данный момент мини окно используется только при воспроизведении музыки с флеш накопителей опять же в данный момент кнопками на руле мы можем переключать дорожки уже в самом телефоне так поехали дальше видео видео у нас достаточно много я скачивал на флешку ну допустим квм раскрывается в полное окно на всю панель опять же кнопки на руле сейчас в данный момент выполняет функцию переключения между дорожками по видеозаписям то есть соответственно запись у нас была сейчас остановлена она зафиксируется мы вышли из меню и зажимаем приложений мы можем сейчас выбирать из тех которые у нас были ранее запущены те тем же самым также свапы влево-вправо как на обычном андроиде мы закрываем открываем приложение так по поводу звуковых звуковых эффектов настройки эквалайзера что есть в стандартной магнитоле что в этой магнитоле мы можем выбирать с вами настраивать уже под себя музыку мы с вами рассмотрели видео мы с вами рассмотрели теперь вот много было вопросов по поводу если в этой магнитоле режим без зажигания работ и знаете я его с первого раза не нашел 0 очень интересно спрятан очень интересно спрятан нам с вами нужно найти средства информации то есть там где прячется у нас информация о температуре окружающей среды о том какой из приводов у нас сейчас включен скрывается как раз таки меню о задержке включения и тут мы можем с вами выбрать без задержки 30 60 90 минут и действительно я уже проверил эта функция работает так же обновление так же версия по и так далее что странно я с первого раза тогда не нашел все это дело теперь более такие интересные аукс как ни странно но аукс то я не вывел никуда поэтому сигнала и не будет модем usb все я спрятал в бардачок соответственно подключая сим-карту у нас с вами имеется информация о том что мы можем делать сим-карт то есть в моем случае мтс у меня сейчас неактивный им возможно совершить только экстренные вызова ну и стандартная шторка уведомлений все что мне приходит сейчас в гугле то самое то же самое по одинаковому аккаунту дублируется мне на магнитолу так же все стандартные настройки подсветка уровень звука какой сейчас у меня вай-фай подключен и опять же те же самые дублирующие меню настройки авто и настройки андроида поиск в принципе стандартная гугловская панель кнопки достаточно большие нажимать очень удобно приятно все происходит без каких-либо лагов задержек то есть в плане поиска конечно все очень удобно но за рулем бы я не советовал этим заниматься потому что начинаешь отвлекаться от дороги и попасть в очень нехорошую ситуацию спокойно можно это да вот можно стоя на парковке до ковыряться там искать на сайтах но как бы за время использования ни разу еще мне не пригодилась эта панель и вообще эта функция в этой магнитоле может быть только один раз при попытке скачать приложение я открывал ссылку через страничку с другой точки зрения не нужно это но радует что она есть из моментов панели вот этой управления вот этой слева кнопки достаточно очень чувствительны и нужно попадать прям четко что у меня вот уже даже на видео не много раз не получается вот нужно прям четко конкретно нажать на иконку что же самое нужное и самое интересное в магнитоле это конечно же навигационная панель в данном случае мы можем использовать любой доступный навигатор который подходит к андроиду и в нашем случае предустановлен уже яндекс навигатор синхронизация на всех устройствах идет одновременно и поэтому все что вы выставите на телефоне то же самое будет дублироваться здесь также мы можем играться с алисой привет алиса сейчас мы тебе звук включим хорошо включая звук молодец включила звук в общем яндекс отрабатывает яндекс работает все очень удобно по поводу гугловского гугловских карт не использовал редко вообще им пользуюсь также по подключению телефона гнитоле то что вот например я использую два телефона когда я сажусь за руль и завожу мотор соответственно включается магнитола и она автоматически подключается к телефону да и нам не нужно постоянно ее подключать и расключать один раз сделали синхронизацию и на том устройстве на котором у вас включен bluetooth то и подключиться первым к магнитоле соответственно я вот хожу с двумя телефонами вот на котором телефоне у меня будет включен bluetooth то и подключиться тот телефон и подключиться к магнитоле также у нас есть play market с возможностью спокойно скачать все что нам нужно для работы для развлечения подойдет youtube и вот что самое интересное это карплей нашем службе но вот в моем случае владение данной магнитолы для того чтобы подключиться к карплею мне нужно только обладать лишь кодом для подключения теперь вот плюсах минусов этой магнитолы однозначный плюс то что сенсорный экран сенсор работает на нереальном просто уровне то что все спокойно отрабатывать все тактильные все тактильные телодвижения магнитола принимает воспринимает сейчас на улице минус 9 с утра бывает до минус 12 магнитола чуть притупляется при морозе чуть-чуть но при прогреве салона как бы этот нюанс уходит иногда из минусов иногда них вот как я уже показал что при работающей какое-либо воспроизведение музыки дан то есть если мы воспроизводим музыку с флешки музыку с радио иногда отваливается мультируль то есть мы нажимаем на кнопку а у нас ничего не происходит в этом случае помогает лишь только перезагрузка но это достаточно редкий случай это когда слишком сильно заморочишь магнитолу то есть соответственно сначала ты включал музыку на с изд накопителя потом ты включал через интернет потом включал через телефон потом опять включал радио потом опять включал музыку и когда список вот этих команд по моему больше пяти происходил вот в этот момент руль просто отскакивает соответственно это существенный минус конечно но терпимый не такой вот прям чтоб отказаться от покупки этой магнитолы из нюансов еще немаловажно то что вот еще существенный минус это конечно притупляется навигатор то есть в какой-то момент у нас отскакивает скажем так начинает терять спутники то есть мы едем 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 и у нас какой-то момент происходит затупление магнитола не может определить точнее даже не магнитола скорее всего яндекс не может определить наше место расположения вот тоже довольно нечастая но есть такой момент что бывает отскочит сигнал и машинка потеряется опять же могу отнести то что достаточно здоровый экран яркий четкий на солнце я еще не замечал чтобы он бликовал у меня достаточно далеко магнитола сильно утоплена в панели поэтому особо солнечных лучей она не ловит в салоне она хорошо просматривается как заднего ряда так из переднего ряда по эргономике сидя за рулем достаточно удобно обращать на него внимание из минусов можно лишь только отнести то что в моменты когда мы например находимся в движении и нам нужно что-то прочесть текст достаточно но сейчас который находится он достаточно маленький то есть вот если меню мы видим большие то открывая тот же самый google то у нас здесь вот вот это введите текст за рулем не всегда бывает удобно ты как бы нехорошо и пользоваться когда находится в движении в остальном все пока четко работает все штатные функции отрабатывает на сто процентов в остальном по штатным функциям включение раздатки выводится еще ни разу она не подтупливала то есть все четко на щитке приборов появилась значок включение переднего моста здесь продублировалось что включены передние мосты включение задней камеры также включили задний ход камера включилась по рулю я уже озвучил существенный минус что бывает руль отваливается в движении в потоке бывает ситуация такая происходит что просто руль отскакивает стоит ли она своих денег однозначно да стоит если вспомнить и учесть тот факт сколько стоит родная магнитола не на андроиде а просто по моему то по отношению к ней да мы переплачиваем всего несколько тысяч буквально 10 тысяч переплачиваем получаем полноценный магнитол на андроиде нюансы при подключении и какие глюки она ловит до особо глюков нету никаких нюансов принципе при подключении тоже нет никаких пока магнитола отрабатывает все все что все что в нее заложено какие параметры какие настройки все это выводится все это работает на том уровне на котором все это заложено но опять же напоминает она простой банальный планшет не прям что это автомагнитола а просто банальный планшет с запиленными функциями под именно определенную машину то есть вот это меню она является основным то есть если мы захотим поменять например цвет до кнопок я еще не определился и не разобрался как это делается и вообще нужно ли поменять этот цвет то есть золотистый конечно классно но хотелось бы например в тон подсветки салона да то есть зеленая подсветка и хотя бы какие-то зеленые обозначения зеленое свечение по обоим да если мы берем своим да у нас есть функция мы можем поменять обои но опять же это не особо сильно меняет потому что меняем мы только в картинку находящийся за машины в принципе по магнитоле все нюансы и рассказал все плюсы и минусы считаю тоже рассказал вот например меню до который нас встречает с количеством телефонов как телефонов которые у нас есть да вот он выводит нам сигнал что какие устройства у нас в данный момент можно подключить к данной магнитоле вот наше меню которое встречает при включении автомобиля да и какие у нас были последние сопряженные устройства на котором будет сейчас включен bluetooth соответственно тот и подключится к магнитоле соответственно хотим разорвать связь либо выключаем bluetooth на телефоне либо просто забываем устройство сразу же подключается у нас записная книжка мы увидим какие у нас последние были контакты использованы также набор микрофон стоит хороший слышно все прекрасно как но опять же звук идет через колонки в принципе по магнитоле рассказал все доступно и просто опять же данная магнитолу я считаю оценен если так из со своей точки зрения оценивать ее то она стоит своих денег достаточно много магазинов которые продают и рекламируют те или иные вещи для улучшения уаза но по факту вот скажем так при желании поменять магнитолу скорее всего другого нормального варианта вы просто не найдете на рынке просто ничего такого свежего интересного не будет и не встретится штатная магнитола которая сейчас продается в комплекте с уазом 2020 года не успел ей попользоваться даже ее в глаза то в принципе еще и не видел но судя по видео и судя по отзывам утверждаю что очень проблематичная магнитола в принципе я от нее сразу же отказался только из-за того что она дублирует ту же самую магнитолу что у меня было с тем же самым размером с тем же самым экраном а мне хотелось полностью занять вот эту вот всю площадку чтобы магнитола была как одно единое целое чтобы повторяла полностью все изгибы и весь рисунок торпеды вот соответственно скорее всего при заме ну при желании заменить магнитолу на более что-то современное на более что-то интересное скорее всего вы наткнетесь на новитрек и скорее всего вы будете в раздумьях нужна такая магнитола не нужна такая магнитола по факту скажу магнитола нормальная работает хорошо меня пока она устраивает всем не надеюсь что тот кто тоже ее приобретет и поставит что она также его будет радовать а на этом все